Встречаем! Национальный директор компании Наталья Жук-Беларусь! Страна любимая, страна Поберли! Друзья, все прекрасно мы знаем, что наш с вами бизнес, это бизнес истории. Компании 25 лет. Представьте, какую историю мы с вами вместе делаем. У меня к вам вопрос. У кого из вас сейчас, на данный момент, есть такая вот прям зажигательная история вашего бизнеса, которая точно вы знаете, что вдохновит многих? Скажите, я. Громче! Я есть! Хорошо. А теперь второй вопрос. А у кого, ребят, еще истории нет? Ну вот еще пока нет. Но вы хотите действительно создать свою яркую историю, которая будет тоже зажигать других? Кричите, хочу. Вас должно быть больше. Хочу! Не, не хотите еще. Это не для зала. Хочу! Вот, молодцы. Вот теперь я вам верю. К чему это все? Вы знаете, истории многих людей, они нас с вами зажигают. Когда ты слышишь историю другого лидера, тебе же кажется, что он пришел, ну, на какую-то, возможно, кнопочку волшебную нажал, и ему сразу волшебник подарил бизнес. На самом деле это все не так происходит. Когда мы слышим историю других людей, мы понимаем, с какими сложностями и препятствиями им пришлось в своей жизни пройти проработы для того, чтобы добиться успеха. И тогда вы должны понимать то, что если что-то в вашем бизнесе сейчас идет не так, это не повод складывать руки и говорить то, что это не мое. Наш с вами путь, он всегда термист. Ничего так просто не происходит. Но не это главное. Главное всегда идти до конца. Мою историю знают многие, поэтому это очень идет коротко, но самое главное. Началась она, когда я была в декретном отпуске по уходу за ребенком. Да, без денежки просто страшные. Не было никакого вообще видения, что меня дальше ожидает, никакого неверия в себя, все плавно перетекающее в депрессию. Плюс еще оставалось всего лишь три месяца до окончания декретного отпуска. И там моя нелюбимая государственная работа, потому что по специальности я ветеринарный врач. Животных люблю, но лечить не умею. Скажи, и дома два кота. Да, на минуточку. Слава богу, что еще пока живые. Проходит какой-то промежуток времени, все ближе, 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 уже заканчивается мой декретный отпуск, я понимаю, что все, у меня полное отчаяние. Я туда идти не хочу. И начинаю искать там, 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 но везде ничего не получается. И тут, как обычно, простая местная газета, объявление, дополнительный доход для людей, имеющих 2-3 часа свободного времени. Звоню. Понимаю, что это последний шанс. Понимаю, что это отчаяние. Такой свеженький, бодренький мужской голос меня приглашает на встречу. Тем более мужской голос на встречу. Думаю, надо идти. Надо идти 100% последний шанс. И вы знаете, наставник, уже наставник сразу, да, он сразу попал в мое сердце. Потому что он стал рассказывать про путешествия. Все, мне больше ничего не надо было. Я не слушала ни про маркетинг-план, ни про возможности. Мне вот именно нужно было путешествия, потому что до этого я никогда нигде не была. Я моря на картинках видела. Ну, конечно же, очень сильно мечтала путешествовать. Все, решение принято, круто. Я с Фаберли. А что делать дальше? Тогда не было ни систем, ни школ, ни обучения. Наставник говорит, берешь малого и идешь на соцопрос. Ну, как бы, я же с ребенком вместе работала. Говорит, идешь на соцопрос, опрашиваешь людей, прозваниваешь там списки знакомых, туда-сюда. И так начинается мой бизнес. Вы знаете, вот короткий промежуток времени у меня был три месяца. И я понимала, что если за этот промежуток я не сделаю результат, я уйду туда, куда мне очень не хотелось выйти. Поэтому у меня не было времени для того, чтобы ныть. Мне нужно было делать. Поэтому, да, вместе с ребенком мы ходили на соцопросы. Каждый вечер я прозванивала минимум 20 телефонных звонков. Вообще, незнакомым людям звонила и предлагала им сотрудничество с компанией Фаберли. На следующий день я этих людей приглашала на встречу. Встречи были только вживую, то есть это оффлайн. И доходило до 18 встреч в день. Я приглашала по два, по три человека на одно и то же время. Ну, потому что, чтобы успеть с этими людьми со всеми провести диалоги. И как вы думаете, получилась у меня билет? За четыре каталога, работая только на земле, никто из теплого круга со мной не пошел. Только холодные контакты и с ребенком на руках. Да, я открыла звание директора. На самом деле, это было только начало моего пути. Да, то есть моя история, она очень длинная, она очень большая. На этом далеко все не заканчивается, но не об этом. Я хочу сказать то, что было очень много на моем пути взлет и попадений. Вы знаете, были моменты, когда, да, действительно, я давала слабино. Опускались руки, и мне хотелось уйти. И знаете, что самое страшное? Страшное сейчас представить, а что было бы с моей жизнью, если бы вот в те минуты слабости я опустила руки и ушла. Вот где бы сегодня, в сию минуту, в сию секунду я бы находилась? Но явно вы не стояли здесь. И вдумайтесь, каждый раз, когда вам мысль в голову придет, что это не мое, все очень сложно, я ничего не добьюсь, у меня ничего не получится и так далее. Задумайтесь, от какой возможной жизни успешной отказываетесь вы. Что забираете вы у себя, и какое забираете вы будущее у своих детей? Сперва я работала на земле, ну, как наставник научил, так и работала. А потом с командой мы стали понимать, что, ну, не хотим, хотим чего-то другого. И начали пробовать работать через интернет. Вы знаете, это время, ну, его нельзя без улыбки не вспоминать. Наташа идет в Одноклассники. Строка, поиска, ну, чтобы найти людей. Я даже не знала, где строка. Вот у всех есть странички в Одноклассниках, да? Все же уже продвинутые пользователи или такие, как я были. Да или нет? Да. Одна, да, половина, другая, нет. Представьте, кто знает, в Одноклассниках у нас с вами есть, где посты мы пишем, да? Вот такая строка, где мы пишем пост. В этой строке я писала фамилию, имя человека, которого я хотела найти. Ну, как бы, да. Бывает. А это я пришла рекрутировать туда. Мне нужно было людей найти, чтобы им там что-то отправить. Ну, то есть, понимаете, уровень как бы развития. Я вспоминаю первую нашу школу, которую мы создавали. Это были просто документы вордовские, которые мы отправляли нашим консультантам на электронную почту. Ну, которую, естественно, никто не читал. То есть, первые шаги, они были неуспешны. Это важно, чтобы вы понимали. Потому что каждый из вас во многом сейчас вы начинаете учиться. И если у вас что-то не получается, почему это вы бросаете? Не надо бросать. Нужно продолжать и делать, и делать. Наши тоже первые шаги были неуспешны. Ну, ничего. Да, я со смехом это вспоминаю, с улыбкой. Зато сейчас у нас огромнейшая система. Обучение, сопровождение, рекрутинг. Все только через интернет. Это не просто у меня команда. У меня целый проект. Бизнес без границ. Я настолько люблю свою команду, чтобы просто, честно, не передать словами. Я всегда чему-то учусь сама новому. Никогда не стою на месте. И всегда все свои знания, естественно, все в команду. Знаете, как говорят, мужик все в семью, жена все в дом, Наташа все в команду. Потому что, ну, а как по-другому? И, на самом деле, благодарность очень большая моей команде, моим директорам, лидерам, то, что они все это дело поддерживают. Они поддерживают, помогают, докручивают. И потом мы делаем совместный проект. Если говорить про самый главный инструмент, ну, вот, работа мы с командой, да, нам нужны с вами в любом случае инструменты для того, чтобы все было классно в вашем бизнесе. Один выбрать сложно. Но вы должны знать секретную формулу. Успех равно инструмент плюс мотивация. Как в школе. Успех равно инструмент плюс мотивация. Если отсутствует один из этих компонентов, ну, тогда успеха у вас с вами не будет. И, понимая это, я решила провести с командой такой эксперимент, скажем так. На протяжении текущего года я провожу с командой бизнес-консультации. Кто-то наблюдает, кто-то видит, кто-то и так из вас тоже на этих консультациях. В чем смысл? Это обязательно видео-созвон с вашим бизнес-партнером. То есть, это не просто вот позвонить по телефону, пообщаться. Нет. Это действительно диалог через видео-созвон, трансляцию, как хотите. Главное, чтобы вам его было видно и слышно. И это не разговор с позицией, эй, привет, как дела, почему не работаешь, когда каталог, вот будем как закрывать, да, чего делать будем, нет. Это действительно тонкий психологический процесс, беседа, где вы разбираете с вашим бизнес-консультантом его психологические проблемы. Что ему мешает расти? Его ограничивающие убеждения, его различного рода установки, которые у него в голове. Потому что, знаете, вот они приходят на консультацию, задаешь вопрос, что не так, почему не растешь? Они начинают, команда ленивая, люди плохие, там еще что-нибудь плохо, еще что-нибудь плохо, а я одна такая бедная, несчастная, но хорошая, но у меня ничего не получается. А когда ты на этой консультации начинаешь копаться и конкретно понимать, задавая вопросы, что ты делаешь, какие действия, какова твоя цель, какие у тебя психологические есть, ограничивающие убеждения и установки, лидер сам начинает понимать то, что это он ничего не делает, то, что это его вина, потому что он не растет. Обязательно на этих консультациях мы ставим цель, и цель реальную. Сегодня уже много про это говорили, то, что вот это вот дотянись до неба, попади в звезду и все остальное, это хорошо, это мотивация, но это не работает. То есть мы должны ставить обязательно реальные цели и прописывать план к ее достижению. Ты прописываешь потом рекрутинг, ты прописываешь сопровождение и ежедневный план действий данного видео. Вы знаете, после консультации, вот смотришь, у них глаза горят. Кто-то прямо говорит, Наташа, уже отпусти, у меня уже горит одно место, я хочу работать. И это так классно, потому что ты понимаешь, что лидеры понимают свою ошибку и идут ее исправлять. Я вижу их действия после консультации, я вижу их результат. Поэтому да, для меня на данный момент это очень классный инструмент, который помогает работать с командой. Будете ли вы его использовать, тут уже решать вам. Каждый из вас является наставником. И каким наставником быть, решать только вам. Вы можете быть, знаете, таким наставником, чтобы команда вашей вами гордилась. Чтобы они ставили вас в пример, чтобы, слыша вашу фамилию, они говорили, ооо, это же мой наставник. Вы должны быть ярким примером для своих структур, вожаком, ориентиром, ярким знаменем, за которым они пойдут до конца. Хоть на край света. Вот именно такими наставниками я и желаю всем вам стать. Потому что в нашем бизнесе все зависит только от наших команд. Будьте яркими, будьте смелыми, будьте лучшими наставниками для своих структур. Идите вперед и никогда не сворачивайте со своего пути. Потому что нас вместе с вами ждет незабываемое будущее вместе с Фаберлик. Спасибо.